друзья приветствую сергей из города рыбная рязанской области прислал посылку в посылке образцы масла zik 030 030 так масло заявлено на пау вот описание сверху масло автомобиль условия эксплуатации это skoda у нас kodiaq двухлитровый бензин turbo бензин так и сами баночки свежая отработка на баночках приклеены вот такие бумажки к сожалению они отвалились поэтому буду использовать баночки просто баночки но так что видно было так но и приступаю к созданию эталона заранее создал болванку сейчас обновлю спектрограмму посмотрим что покажет спектр наличие эстеров там потом подкорректирую данные ну значит вот такая спектрограмма видно эстеровый бугорок посмотрю сейчас сколько это примерно примерно 013 но около трех процентов не более трех процентов я был так оценил далее выбирают это же масло сейчас подкорректирую данные вот она так зики все уже созданные по каким пунктам убирая пузырьки и загрязнение биодизелем и посмотрите противоизносных 120 процентов до такой от души здесь под навалили гликоль сейчас подправлю и ну естественно такой уровень эстеров уже влияет на кислотное щелочное поэтому щелочное занижено хотя и прибор намерил 7 и кислотное чуть-чуть завышено поэтому я выставляю данные заявленные самим производителем производительно ссылочка будет в описании заявляет 7 93 поэтому я поставил 8 щелочное и кислотное ну пониже там до 1 и 8 я думаю что так будет более-менее корректно ой до 1 и 8 кто-то сомневался думал 1 и 8 все-таки 1 и 8 тут существенно это не повлияет на ресурс но лучше как говорится перебдеть чем недобдеть ну и все эталон создан можно приступать к проверке отработки так это кодиак у нас двухлитровый tsi czp 180 сил пробег на почти 82 тысяч километров пробег на масле 11 тысяч 300 километров что составляет 263 моточаса средняя скорость очень высокая 43 километра в час до лита 150 миллилитров масла ну и топлива используют сергей 95 и сотые так все закладываю и смотрите что намерил прибор противоизносная присадка поднашивается но здесь турбина возможные она влияет кстати на на турбах активнее срабатывается видимо высокие обороты там подшипник скольжения гликоль одна десятая но здесь может быть погрешность ошибка то есть такое не стоит обращать внимание это минимальное нитрование 25 и 2 значит может быть воздушный фильтр сажи немного но это трассовая езда здесь топлива эффективно сгорается мотор хорошо прогрет кислотная 284 на чуть больше единицы ну нормально для такого пробега и щелочное 47 то есть еще по щелочному есть запас очень даже неплохо отработала маслом значит есть нем запас некоторый далее сейчас сравню вязкость свежего и отработки посмотрим что по вязкости как бы чтобы косвенно можно было оценить ну тут такое и состояние мотора можно оценить и в общем-то условия эксплуатации в первую очередь конечно влияют ну и состояние да ну в равных степенях я бы так сказал да так посмотрите есть разжижение вот от максимального допустимого по линейке по мнению мобила значит здесь десять процентов разжижения то есть абсолютно нормальная такая трассовая эксплуатация масле особо ничего не скапливать шикарно да не забывайте отметить видео подписаться на канал нажимать колокольчик так вы не пропустите новые видео и поможете каналу ну и традиционно оценка ресурса у меня получилось по этим данным что масло может вы выдержать 16 тысяч 150 километров это 376 моточасов по нитрованию 385 но здесь скорее всего ограничение уже по воздушному фильтру ну и по вязкости вообще там космос космоса на весь срок службы автомобиля шутка значит ну я считаю что очень достойный результат ну естественно пау повлияло достаточно свежий мотор 82 тысячи я думаю что это немного тем более при такой средней скорости если это постоянная езда то это считайте там в два раза меньше то это 40 в городе была бы такая примерно скорость 40 50 километров то есть мотор в отличном состоянии видно по нему и масло отличное ничего не могу сказать вот вроде как зиг лояльная у них ценовая политика относительно других импортных бренд брендов то есть нормально доступное масло вот я считаю что очень неплохо отработала как альтернатива значит ваговским маслом вот с допуском 504 507 ну и c3 отлично вопросов никаких к маслу нет прекрасно отработала хороший живой мотор тоже видите видели и пассажи всего 2 сотых за 260 моточасов то есть тоже отличный результат это трасса выезда по трассе я так понимаю что температура камера сгорания повыше на трассе вот масло горячее ну и эффективнее даже топливо сгорает оптимальные режимы скажем так до городской это не оптимальный режим работы мотора а вот трасса это скорее всего вот эти средние обороты там и не сильно низкие и не сильно высокий самый оптимальный температурный режим постоянный вот я думаю так ну и да и камера сильнее разогревается за счет того что на низких оборотах меньше вспышек на единицу времени а на трассе она как бы повыше значит больше прогревается и видимо и сгорает лучше вот такой получился тест благодарю сергея за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока